Вот и мальчик у нас с вами. Пожалуй. Витя, привет! Ты у нас, как обычно, будешь за всех девочек отдуваться, да? Тебе не привыкать. Итак, значит, друзья, давайте мы с вами так настроимся. Сейчас в 18.05. Отлично. У нас с вами из сегодняшних инструментов чат. Раз. Пишем, отвечаем на вопросы, дискутируем. Берем калькуляторы, будем все считать. Берем также с собой блокнот-ручку, чтобы все записывать, чтобы ничего не упустить. Потому что сегодня моя задача дать вам инструменты, которыми я пользуюсь сама, как я сама зарабатываю на публичности. И объяснить, почему именно этот инструмент максимально крутой. Понимаете? Максимально крутой и простой. И буду я объяснять очень простыми словами. Не будет каких-то, знаете, лекций. Нет. Все в формате дискуссии и все в формате, знаете, такой вот. Все здесь все свои. Понимаете? Все свои. Поэтому закладываем с вами полтора часа максимум. Там еще Дмитрий у нас присоединяется. Полтора часа максимум. Но все будет зависеть от вашей активности. Понимаете? Меня хватит надолго. Но моя задача, чтобы вы все, что я скажу, сразу внедряли в свою голову, а потом уже далее. Понимаете? Да? Вот. И поэтому настраиваемся на полтора часа. Если выйдем немножко за рамки, думаю, это будет всем только на пользу. Потому что моя миссия сегодня вам дать эти инструменты так, чтобы вы сразу меня знаете. Вот прям сходу. Катя, вот здесь, пожалуйста, подробнее расскажи. А вот как так получилось? А как я могу это применить на себе, у себя? Все, поехали. Так, я послушаю волосы дыбом. Не надо. Будем делать укладку параллельно. Значит, используем чат. Далее. Я вас познакомлю сейчас всех. Каждому из вас дам буквально по минуточке времени, прям очень быстренько, где живем, чем занимаемся, с какой целью пришли. Вот прямо вот это важно. Таким образом мы все сейчас узнаем, кто мы, что мы и каким образом мы с вами будем дальше работать. Потому что я за дружбу, за то, чтобы мы с вами продолжили потом общение. Может быть, мы создадим вообще чат с вами отдельный. Как нас понесет, девочки, мальчики. Поэтому давайте жить дружно, как говорится. Итак, коротко о себе. Я, собственно, спикер, международный спикер по публичности и нетворкингу. Нетворкинг, штука, знаете, вам специально, я так ее не тыкаю, вот так вот крупно по нетворкингу, потому что многие вообще не понимают, что это такое. Вот вы контакт отдаете, например, у вас есть знакомый парикмахер, классный, и вас спрашивают, а скажи, пожалуйста, кто тебе такую классную там сделал, стрижку, укладку? Вы даете контакт, вы даете контакт, и, соответственно, вы его, можно сказать, продали, но бесплатно отдали. А человек, этот вот мастер, потом заработал. Вот это и есть нетворкинг, но это, собственно, то, чем мы занимаемся. Сарафанное радио, фактически, если понятнее, да, сарафанное радио. А я человек, который изучил нетворкинг с профессиональной точки зрения, с помощью моего наставника Гила Петерсила. Так, потише, пожалуйста. И сумела его монетизировать. То есть, понимаете, да, те контакты, которые я владею, я не просто их раздаю направо-налево, да, а я умею, собственно, этими контактами распоряжаться. Вот как Яна мне нравится говорит, менеджер контакт. Вот кому-то, может быть, это будет понятно, да. Вот, и таким образом три года, три года я проводила онлайн-зумы. Вот как я сейчас с вами провожу, для меня это, знаете, вот как дышать. Вот, три года я проводила такие онлайн-встречи по всему миру. И потом все эти контакты, вот вы, да, все эти контакты мы объединили на классной, потрясающей международной платформе, которая называется Уехать.ком. На данный момент там 80 стран, 20 тысяч экспертов по всему миру. Понимаете, да, какая-то работа проделана. Это работа, действительно, это не вот там руками махать, да, это все нужно еще, скажем так, оцифровать. Вот это все оцифровано, да. И таким образом сейчас я, можно сказать, приблизилась к своей основной миссии. Моя миссия – это брать вот вас, вот вас, каждого из вас, и, во-первых, раскрыть вас как эксперта, как личность, как человека, раскрыть, да, что вы из себя представляете, кто вы вообще, да. Ну и вторая, основная, наверное, моя миссия в этой жизни – это сказать, что смотрите, люди, какой есть потрясающий эксперт, какой есть потрясающий человек. То есть я по образованию пиар-специалист, и это от меня никуда не денется, я прошита этим до кончика волос, да. Вот, и мне очень хочется, если я вижу классного человека, да, я делюсь контактами, я просто, знаете, от всей души хочу этому человеку помочь, да, о том, чтобы о нем узнал мир. Только раньше я это делала, ну, вот так, вы знаете, как сарафанное радио, а сейчас я это делаю очень громко, очень громко, да, на огромную аудиторию, просто на гигантские аудитории. Вот, ну и, собственно, как раз-таки мне очень хочется, чтобы каждый из вас сегодня вдохновился и узнал, как можно стать публичной личностью, потому что публичность – это самый дешевый и самый эффективный инструмент на нынешний момент. Поверьте мне, я в пиаре 15 лет. Дешевле публичности и эффективнее публичности на данный момент ничего не существует, и я вам это докажу сегодня. Все, не буду много о себе. Давайте, пишите в чате, Марта, 20 лет, киев-психолог, пишите в чате, кто вы, как вас зовут, откуда, чем занимаетесь. Можете ссылки прикреплять на свои соцсети, ради бога, пожалуйста, прикрепляйте. Нет, я не против. Поехали. И, значит, что нам понадобится? Чат, блокнот, ручка для записей. Можно делать скрин, да, можно делать, да, скриншот, либо видео. Запись я сохраняю для того, чтобы она у нас с вами была на будущее. И для того, чтобы технологии эти все с вами мы усвоили, могли вернуться. Ну и, собственно, моя сегодня задача рассказать вам про публичность, как зарабатывать на публичности, ну и вдохновить вас, естественно, для того, чтобы вы ушли от меня заряженные, настроенные на позитив, готовые проявляться в этой жизни, да, и заявлять о себе громко. Итак, начинаем. Начинаем сегодняшний наш светопредставление, да. Сейчас тоже попробуем зажечь гирлянды, так будет настоящее светопредставление. Презентация моими словами, мой опыт, все мое лично, поэтому, да, никаких здесь ничего выдуманного здесь нет, вот все как есть, как чувствую, так и говорю, да. Вот такой термин сегодня я хочу вам донести. Публичность – это когда к вам приходят сами и все приносят сами. А еще, можно сказать, дают все сами, да. Вот когда это случается, тогда вот вы публичный человек, вот вы можете себе об этом заявить. Да, ко мне пришли, мне предложили, мне сделали предложение, мне что-то дали, мне что-то предложили, еще за это заплатили, да. Вот как блогеры, можно даже так провести аналогию, да. К блогерам приходят, говорят, слушай, сколько у тебя стоит размещение рекламы, да, в твоем блоге? Он говорит, столько-то, столько-то, да. Он же ничем, ну, как бы, по сути не зарабатывает. То есть он что делает? Он с помощью своего речевого аппарата, да, коммуникации, он рассказывает о той или иной товаре, об услуге, о чем еще, да, о продукте. Таким образом, получается, что публичность и блогерство – это в некоторой степени близкие вещи, да. Но публичность гораздо шире, потому что блогер, он может быть вообще совершенно непрофессионалом, да. Он может просто, знаете, там, с использованием каких-то сленгов, ну, всякое разное бывает, да. Публичность – это гораздо шире. Это человек, который является, обладает экспертностью. Пожалуйста, выключите микрофон, кто у меня здесь очень громко. Да, и пишите в чате, откуда вы, а вы, друзья, читайте. Пока меня слушаете, читайте, кто откуда, да. Так вот, публичность – это вот мое определение, чисто вот мое, да, когда все приходят ко мне, все приносят и сами говорят, Катюша, вот, у меня есть, возьми, порекламируй, сколько это стоит, как с тобой сотрудничать, вообще, как к тебе подступиться. Вот это публичность уже ярко выраженная, да, ярко выраженная, за которую платят, за которую просто все приходит. Каждый день я открываю там свой Инстаграм или какие-то свои соцсети, и там вот множество предложений, из которых я начинаю выбирать. А с кем мне сотрудничать, а кто это, а это я не хочу, а это я не знаю, а это хочу, буду, вау. Да, вот, например, сегодня мое утро началось с моего наставника Гила Петерсила, который создал в Телеграме чат и уже какой-то мне строчит предложение. Могла ли я подумать об этом там пять лет назад, когда я только начинала учиться вообще всему этому публичности, да. Сейчас уже ко мне сами люди идут, что сами предлагают. Итак, что могут предлагать вообще в целом люди, да. Вот я, например, выступаю, публично выступаю на огромной аудитории. Представьте, только два раза в неделю, два раза в неделю я выступаю на аудиторию 20 тысяч человек онлайн. Да, это звучит сейчас нереально. Когда-то для меня это тоже было нереально просто. Сейчас я вот выступаю два раза в неделю на такую аудиторию, и для меня уже это просто, знаете, такая работа, ну, проявление себя, уже что-то привычное, да. Возможно, захочется уже чего-то большего. Да, пока вот такой вот уровень, да. Что я благодаря этому получаю? Благодаря этому ко мне приходят компании, да, я не говорю просто, что эксперты, ну, эксперты тоже приходят, но благодаря приходят компании, которые говорят, Катерина, что нужно сделать, чтобы с вами сотрудничать? Что нужно сделать? Как? Сколько стоит? Куда написать? Как вообще, как с вами можно сотрудничать, да? Вот это высшее проявление публичности. Когда ко мне приходят целые компании, говорят, мы хотим с вами сотрудничать как спикер, как ведущий, да, то есть множество разных вариантов, как можно сотрудничать со мной. Например, размести, стать амбассадором. Например, я сейчас являюсь амбассадором сразу трех компаний, понимаете? Трех. Вот, тоже когда-то для меня это было, что это вообще, как это, да? А теперь вот легко, то есть компания приходит и говорит, хотим с вами сотрудничать, скажите, как? И мы уже начинаем обсуждать, как? Вот, также, конечно же, это и поездки. Это, смотрите, публичность отражается во всех сферах жизни, во всех. В работе, в личных отношениях. Поездки, путешествия, подарки, презенты от компаний, стать амбассадором, стать спикером, отождествлять себя с какой-то конкретной компанией, с какой-то нишей. То есть публичность охватывает всю вашу жизнь целиком. Она не охватывает, например, вот вы здесь юрист крутой, да, а какая вы там папа, мама, дядя и так далее, да, это вообще не касается. Нет, публичность, она всю вашу, вот прям всю вашу жизнь охватывает и влияет на каждую сферу. Вот захотели вы путешествовать, вам дают самые лучшие выгодные предложения. Хотите вы кольца-бриллианты, вам дают самые, бесплатно еще дают. Бери, только возьми, только расскажи о нас, да. Хочу выступать, хочу, чтобы рассказали обо мне. Мне дают лучших спикеров в мире. Мне предлагают сотрудничать с компаниями, которые привозят самых крутых мировых спикеров и говорят, Катя, ты можешь порекламировать наш там форум, я вам сегодня приведу пример, да, наш форум, наш там проект, только, пожалуйста, порекламируй, как это сделать. Вот это вот, ну, как бы вершина, да, вершина, к чему нужно стремиться. А теперь я вам дам сегодня пошагово, как к этому прийти. Интересно? Напишите мне здесь плюсики, поставьте. Как ко всему этому прийти, чтобы публичность отразилась на всех ваших сферах жизни, чтобы приходили к вам и давали деньги, давали предложения, просто говорили, что ты хочешь, вот ты хочешь путешествовать, вот тебе, на, возможность, вот на тебе путешествовать. Хочешь, я не знаю, кольца, бриллианты, все, вот, на тебе, пожалуйста, только скажи, как с тобой это сделать. Вот, и я сегодня вам дам как раз-таки пошагово, как вот к этому прийти. И здесь будьте максимально вовлечены, готовы, потому что я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Это все, это мой жизненный путь, мне, как говорится, да, скрывать нечего, поэтому спрашивайте. Итак, поехали. Вижу ваши реакции, вижу плюсы. Супер, у нас 20 человек. Я хотела вообще тихонечко так сделать человек на 10, может, там, для своих чисто. Окей, едем. Итак, значит, давайте начинать. Сейчас немножко сверну экран. Итак, все-таки публичность – это куш, понимаете, вот он во всех сферах жизни проявляется. Не может быть такого, что в какой-то сфере у вас проявилось, да, а в какой-то нет, невозможно. Он одновременно во всех сферах жизни ваших проявится. Проявится. Если вы, например, публичная личность, и вы хотите отношения завести, ну, личные отношения, к вам пойдут самые лучшие женихи и невесты. Почему? Потому что ваш круг общения состоит из таких людей, себе подобных, проявленных, ярких. И, естественно, на вас такие же и обращают внимание. Такие же к вам невесты и женихи, соответственно, идут и делают классные предложения. Если вы ищете, например, каких-то бизнес-партнеров, то с помощью публичности к вам пойдут лучшие компании. Не средненькие, а лучшие компании. Потому что они видят ваш уровень, видят, на каком вы уровне, и что вы действительно друг к другу подходите и можете что-то друг к другу полезное сделать. Если вы хотите проявляться публичность, например, в отношении выступления, то вам предложат самые лучшие форумы, самые крупные мероприятия, самые большие, грандиозные встречи с людьми, о которых вы даже не можете себе сейчас мечтать. Я тоже себе там Ника Вуйчича намечтала, Тони Робинсона мечтала. То есть это все когда-то были мечты, сейчас это все реальность. Итак, публичность – это куш. Он отражается на всем. На знакомствах, на связях, на деньгах, на личных отношениях, на бизнесе. Вот абсолютно на всем. Это круто. Едем теперь дальше. Инструменты публичности. Даю вам конкретно свои инструменты публичности пошаговые. Вот их четыре всего. Если вы думали, что я сейчас вам расскажу какой-то, не знаю, буду заумную лекцию давать. Нет, это практика, а я обожаю все структуризировать. Вот вам даю четыре пошаговых инструмента публичности, как можно добиться самых высочайших просто мировых результатов, завести связи по всему миру и делать вообще все, что вы хотите. Вот просто вот так вы захотели. Хочу, полетела туда, полетела во Францию, полетела в Италию. Сейчас хочу полететь в Испанию, просто вот лежу, перед сном думаю, и я знаю, что я туда полечу в самом скором времени. Вот, просто намечтала, как говорится. Итак, инструмент четыре. Внешнее проявление, внешнее, внутреннее состояние, записываем, скриним. Третья, речь, речь. Четвертая, площадки. Сейчас каждый из этих инструментов мы будем разбирать. Поэтому готовьтесь, задавайте вопросы, записывайте скринь и так далее. Все можно. Итак, начнем с самого начала. Четыре инструмента публичности. Первое. Внешнее проявление. Что такое внешнее проявление? Вот я такую, вам знаете, тоже свою цитату написала. Вы можете выглядеть хреново только тогда, когда вы Илон Маск. Но даже он себе это не позволяет. Поэтому выглядеть хреново вы не имеете права. Вообще не имеете права. Понимаете? Вот можете мне что угодно говорить. Как там, особенно разные там народы в Европе. Кто-то там завязал гульку, пошел там в магазин. Нет, не имеете вы права. Если вы хотите быть публичным человеком, то даже вы пойдете в тот же магазин, но вы все равно будете выглядеть достойно. А вдруг в этот момент, я не знаю, кто там навстречу судьба вашей попадется, а вы не готовы к этому. Нет. То есть вы не имеете права выглядеть хреново. Поймите это. Если вам кто-то там говорит, да забей ты и так красоткой. Ну нет. Нет. Все равно следить за собой. Что значит выглядеть хреново? Это когда вы за собой, простите меня, не ухаживаете. Когда у вас там, я не знаю, мешки под глазами. Когда у вас там, я не знаю, просто какое-то гнездо на голове и так далее. Микрофончик, пожалуйста. Спасибо. Итак, выглядеть опрятно. Давайте начнем так. Внешность. Выглядеть как минимум опрятно и ухоженно. Вот. Ухоженно. Не говорю сейчас, что каждый день делать, я не знаю, суперпрически, ходить к стилистам, но это тоже. Но быть ухоженным. Не лучше быть с собой, чтобы люди шли за тобой с твоей индивидуальностью. Не лучше, а не лучше быть с собой, чтобы люди шли. Ну, пожалуйста, будьте с собой с грязной головой. Или там, я не знаю, без манитюра и с землей под ногтями. Пожалуйста, будьте с собой. Посмотрим, сколько за вами людей пойдут. Я говорю, как есть. Я говорю, как про себя. Да, понимаете, я вам сейчас не книжки умные читаю, а рассказываю свою историю, свою жизнь. Да, и как добиться этого. Вот. Хотите быть с собой? Пожалуйста, будьте с собой. Можете даже из чата выйти. Вот. Да, потому что если вам не откликается, что нужно себя приводить в порядок, быть ухоженным человеком, то я думаю, что делать здесь нечего. Мы на первом пункте с вами уже расстаемся. Как бы это ни парадоксально звучало. Итак, здесь про ухоженность, про любовь к себе. Да, про уважение себя. Да, про свою внутреннюю красоту и внешнюю, которая отражается одновременно. Да, даже если у вас светятся глаза, это уже внешняя привлекательность. Согласитесь со мной. Итак, значит, прелестные, по-моему, здесь. Да, вот смотрите, например, на моем курсе публичности, что мы делаем? Вот задание было к девочкам, девочке, мальчику в том числе, девочке. А давайте, а давайте просто найдем время для себя. Два часика. Просто два часика. Сходим к парикмахеру, к стилисту, оденемся красиво. У каждого из нас с вами есть вещи в гардеробе, которые мы, например, никогда не одеваем. Или просто одеваем, не знаю, в каким-то случаем. Было задание. Давайте себя приведем в порядок, доведем себя до состояния, вот знаете, такого прямо смотрю на себя в зеркало и прямо балдею от себя. Вот это чувство, вот это чувство нужно поймать, как я говорю, и зафиксировать. Я не говорю, что вам нужно каждый день так выглядеть, но это будет ваше домашнее задание. Сделать вот такой вот себе подарок, сюрприз, тем более скоро Новый год. Вы можете себе это позволить, правильно, нарядиться, сходить к стилисту, сделать какие-то красивые с собой манипуляции, там, стрижки, прически и так далее. Ваша задача увидеть себя такой-таким, сделать фото, сделать фото. И еще я рекомендую на своем курсе, да, это фото распечатать, распечатать, повесить либо на холодильник, либо на видное место поставить, для того, чтобы себя вот с этой вот, скажем так, сравнивать. Да, вот я проснулась сегодня, я не хочу наряжаться, не хочу вот это вот все, да, но если мы говорим о публичности, а публичности это в том числе артист, то на вас, на вас, вот смотрите, фраза тоже моя, про вас должны говорить, я хочу так же. Если вы будете с гулькой на голове, без маникюра и прочего, ну кто вам так скажет? Мы раз, например, смотрите, мы раз в месяц в Варшаве делаем потрясающе красивые мероприятия, которые называются «Вечер профессии», я думаю, многие из вас на них были, кто здесь сегодня, просто для того, чтобы почувствовать себя прекрасный, красивый, уникальный, нарядиться, выглядеть на все сто, многие девочки и в том числе и мальчики специально к нашему мероприятию, понимаете, да, идут в магазин, покупают луки, наряды и приходят к нам, говорят, спасибо за то, что вы даете возможность мне вообще куда-то выйти одета, красиво, нарядно одетым. Да, потому что мы в Европе, мы в Польше кто-то, большинство, наверное, кто сегодня, да, мы видим, как этого здесь не хватает, как нам этого хочется и как нам этого здесь не хватает, да, и вот это внешнее проявление, первое, я балдею от себя, да, и когда я балдею от себя, на меня другие смотрят и начинают думать, а что такое-то, в чем, где загадка, почему она так от себя балдеет, почему у нее светятся глаза, да, посмотрите на девчонок. Смотрите, как они улыбаются, какие они, они даже сами, знаете, они улыбаются, а сами скромные внутри, они и боятся, и одновременно и нравятся себе, представляете, какое это чувство, я думаю, каждый из вас, каждому знакома. Смотрим на себя в зеркало после салона и красивая, красивый, и в то же время страшно, нифига себе, какая красивая, да, а завтра я умоюсь из золушки снова, то есть из принцессы снова стану золушкой, не хочу. Вот чтобы этого не хочу не случилось, делаем классные фото, идем на фотосессии, распечатываем, ставим на стол, на холодильник, вешаем и говорим, вот она звезда, вот я такая или такой, вот какая я, понимаете, могу быть, а не то, что я вижу в зеркале там каждый день, вот какая я могу быть. И вот тогда люди смотрят на меня, говорят, а я хочу так же, понимаете, это первый пункт, поэтому внешность, можете что угодно мне говорить, можете со мной не соглашаться, но если вы пришли на этот эфир, да, то это значит, что ваше мнение, как минимум, для вас интересно и важно. И вот без этого пункта, номер один, мы двигаться дальше не будем, понятно, да, то есть внешняя привлекательность играет большую роль, большой фактор, да, поэтому, если нет возможности каждый день приводить себя там в порядке, ходить по салонам, то хотя бы вот сделайте это раз, распечатайте, повесьте, смотрите и приближайте себя к этому уровню, понимаете, по чуть-чуть, приближайте себя к этому уровню, чтобы это для вас стало нормой, не раз в месяц, раз в год, а норма, понимаете, тогда просто на вас будут все смотреть и говорить, что с ней такое или что с ним такое. Едем дальше, вот задание я вам даю, видите, я вам даю задание, приведите себя в лучшее состояние, понимаете, запечатлейте это на фото, повесьте, а те, кто ходит к нам на вечера профессии, вам вообще повезло несказанно, с вами работает лучший фотограф Варшавы, распечатайте одно из этих фото, повесьте себе на видное место, если хотите смотреть, боже, какой, какая я красотка, вот это вот, вас самих это внутри должно будоражить, понимаете, тогда это начнет будоражить и других людей, если вас самих не будоражит, ничего не получится. Читаю, что тут еще, Катя, ты права, соглашусь на все сто, спасибо, да, поэтому вынимаем из себя все свои внешние данные, делаем крутую фотосессию, вешаем на видное место и говорим, вот она я, это звезда, не иначе, просто звезда, смотрим на это и восхищаемся, да, не доводим до абсурда, но смотрим и говорим, а я, почему я не могу так выглядеть почаще, почему я только раз в год, почему раз только в месяц я так выгляжу, а почаще я что, не могу себе это позволить? Едем дальше, вот это задание, потом мне будете высылать ваши фотки, я буду любоваться вами, друг друга будем любоваться. Едем дальше, второй пункт, второй пункт в инструментах публичности, внутреннее состояние. Я думаю, что не стоит здесь долго что-то объяснять о том, что если мы с вами внешняя кукла Барби, да, или там еще кто-то, красивый кен, но если мы внутри пусты, да, если внутри ничего не горит, то вся эта внешность, это лишь мишура, лишь только нарядный фантик, который, может быть, кто-то и захочет раскрыть, а внутри там какой-нибудь гнилой абрикос, да, а нам этого не надо, потому что если мы с вами решили встать на путь публичности, да, то, первое, это круто, да, это круто быть публичным человеком, чтобы за вами хотели, шли и говорили, вау, хочу так же, но здесь обязательно, ну, никак без этого не столкнемся без хейта, да, правильно, будут те, кто будет нас не любить, мы же не можем всем нравиться, мы же не тысяча долларов, да, чтобы всем нравиться, вот, будут те, кто будут не любить, завидовать, кому мы просто будем раздражать, то, что мы постоянно мелькаем, да, публичность, ведь это же проявление, мы же мелькаем с вами, будет это раздражать, так вот, если у нас нет внутреннего, вот этого внутреннего состояния стержня, долго мы с вами не протянем, понимаете, долго не проедем на этой публичности, поэтому внутреннее состояние, это в первую очередь гармония с собой, это внутренняя договоренность, да, если у меня есть такой-то какой-то косяк, да, я это знаю, да, и самое лучшее, это когда вам кто-то там, ага, смотри-ка у тебя тут вот червячок, а вы просто говорите, да, я знаю, спасибо, я над этим работаю, я знаю, спасибо, то есть вы становитесь, вас не сломить, понимаете, в этот момент, не сломить вас в этот момент, когда вы о себе знаете и хорошее, и плохое, да, как говорится, прими своих внутренних чертят. Итак, значит, внутреннее состояние, что здесь, вот посмотрите, да, на Тони Робинса, вот посмотрите, вы хоть раз видели, чтобы он там, я не знаю, какой-то просто понурый такой, знаете, не давал эмоций, он мотивационный оратор, в первую очередь, его задача гореть, сиять, светить и делать это искренне, иначе ему никто не поверит, понятно, не поверит. Если вы делаете искусственно какие-то манипуляции с внутренним, со своим состоянием искусственно, то люди, это же такие же существа, вот кошки все чувствуют, собаки все чувствуют, и люди все чувствуют. Единственное, что у нас еще там есть задурманенный мозг, который нам там промывают, да, всяческими растворами непонятными, но тем не менее мы все равно чувствуем, это чувство чуйка, мы ее называем, оно у нас есть. Если есть фальш, если есть неправда, то это моментально мы чувствуем, поэтому в конфетку, в красивый фантик заворачиваем только тогда, когда есть крутое внутреннее состояние. Итак, гореть, светить и сиять нужно в первую очередь изнутри, хотя я этот пункт поставила на второй план. А теперь рассказываю, как это внутреннее состояние будем делать с вами, тоже будем делать задания. Итак, как я, например, делаю свое это внутреннее состояние, например, если мне там фигово, ну, мало ли всякое бывает, да, мне редко бывает фигово, но бывает, все равно тем не менее, я же не робот. Вот, что я рекомендую, как я сама живу. А вот теперь смотрим. Задание для вас можете сделать так же, по моему образу, скажем так, и подобию. Берете и делаете даже борт себе, туда приклеиваете, наклеиваете то, что вас разжигает внутри. Вот можете даже сначала себе на листочке это выписать. Я вам сейчас тоже. Давайте дам задание вот в чате. Берите чат и выпишите три важные каких-то аспекта, думая о которых или вспоминая, которые вы зажигаетесь изнутри. Вот напишите мне сюда в чат два или три таких пункта, что вас искренне зажигает. В моем случае, да, вот здесь я на дашборде выписала, выклеила, да, в моем случае этими пунктами являются путешествия, одно из ключевых мест занимает, да, в моей жизни, это смена мест, путешествия. Второе, это встреча с людьми, которые, да, являются для меня так или иначе в той или иной степени наставниками, да, то есть это крутые люди, которые добились результатов, которых я, например, уважаю. Да, для меня это круто, что я с такими людьми могу лично общаться, знакомиться и так далее. Второй пункт, да, который меня зажигает. Третий пункт, конечно же, это публичные выступления. Это то, для чего я путешествую, куда я летаю, потому что я редко летаю куда-то без, ну, просто погулять. Я всегда летаю с целью познакомиться, либо самой организовать, провести нетворкинг, либо выступить уже на готовом мероприятии. Пожалуйста, напишите мне в ваши в чат два-три пункта, что вас зажигает. Давайте послушаем друг друга, посмотрим, кто чем живет у нас сейчас здесь, в данный момент времени в чате. У меня все просто, вот эти три пункта, на которых концентрируется большая степень моего внутреннего состояния. То есть я понимаю и осознаю, что если я начну там вспоминать какие-то свои конференции, выступления, путешествия, общения с такими людьми, то однозначно я буду зажигаться изнутри. Вот это вот горение, оно начнет во мне как разжигаться. То есть я могу искусственно, хотя и с помощью позитивных воспоминаний могу искусственно в себе разжечь огонь, понимаете? Вот вы спрашиваете, как это сделать, как эту энергию поднять? А делать, во-первых, то, что вы любите, а во-вторых, не давать этому, зафиксировать это состояние. Вот я знаете, как делаю? Я беру телефон, создаю заметки и туда фиксирую какие-то фразы, какие-то моменты, какие-то фотки туда кидаю. И потом, например, когда мне нужно идти выступать или нужно как-то себя проявлять, допустим, даже в те же сторис выйти, это тоже проявление, если вы это не догадываетесь еще, то я посмотрю заметки, у меня внутри вот это вот поднимается, меня поднимает эта волна энергетическая, и все, и я становлюсь одновременно искренней. То есть люди сразу же чувствуют, что от меня идет эта энергия. Когда многие спрашивают Кате, мол, как ты по жизни, под чем ты находишься, что у тебя вечно вот это бурлит. Вот под этим, да, то есть я знаю, что меня зажигает, я знаю, где это взять, и я понимаю, как с этим работать. То есть у меня есть заметки, допустим, или дашборды, я посмотрела, какие-то нахлынули на меня воспоминания, все, я вот так, как спичка, моментально зажглась. Мотивационные ролики, мои достижения, перспективы, вдохновение, личное пространство, финансовые достижения, супер. Путешествия, эксперт на своем деле, достижения. Вот, а хоть кто-то из вас вот такие дашборды делал для себя. Мне нравится спорт, бег, люблю езду на мото, путешествия, общение, обучение, движение, постоянно куда-то идти, с кем-то встречаться, что-то делать. Мне не очень понятно, Марина, вот эти вот слова куда-то с кем-то более конкретно, да. То есть если я, например, говорю, что меня зажигает путешествие, совмещение путешествия плюс выступление и знакомство с людьми, ключевыми людьми, игроками в мире, с которыми, собственно, я могу как наставник с ними пообщаться, они мне какой-то опыт могут передать. Больше конкретики, понимаете, чем хороши дашборды. Вот вы прям берете фотки, вставляете, и вы видите, вот они ваши достижения, да. Если это финансовые результаты, блин, да сделайте скрин вам, там пришла тысяча, две, три тысячи долларов, сделайте себе скрин, в заметке сохранили. Кстати, лайфхак, в заметке этот, сохранили скрин, как вам три тысячи долларов пришли на счет, пять тысяч пришли на счет. Вы потом, знаете, сидите, боже, там надо опять продавать, не хочу. Открыли этот скрин, увидели, на вас нахлынуло, вот что я почувствовала, когда мне пришла эта сумма там на счет. Все, включился огонь, пошли дальше. Ясно? Зафиксировали себе это состояние. Вот, то есть это состояние, понимаете, это сначала у вас подольше будет, ну не знаю, сколько вам нужно будет, часик-два. Потом это у вас будет включаться на автомате, вот уже быстро, моментально щелк и включили. Задание. Задание вам надо. Выпишите, пожалуйста, все, что вам приносит удовольствие. Можете даже не только выписать, а вот сделать такой дашборд, как я вам показала. То есть, если это конкретно измеряет ваши результаты в чем-то, да, то есть в путешествиях, знакомствах, деньгах, то прямо наделайте себе скринок, выложите это все в дашборд и, собственно, таким образом поднимайте свое внутреннее состояние. Ну, никак больше. Ну, мотивационные ролики, да, но они от вас, так знаете, далеко. А если вам нужно именно свое состояние, быстренько прокручиваем свои события. Вот, плюс, конечно же, планируем еще дальше. Так, понятно, со вторым заданием все понятно. То есть, внешне без внутреннего не работает. Невозможно оно без другого. Красивый фантик и гнилой абрикос внутри не даст результата по одной простой причине. Люди не дураки. Они чувствуют, все чувствуют, понимаете. Вот это нюх, да. У меня, например, я говорю, я смеюсь, у меня есть запах денег, я его чувствую. Говорят, деньги не пахнут, а я знаю, что пахнут. Я знаю, как, где и сколько они пахнут, понимаете. Поэтому, ну, это, скажем так, такой аллегория такая, да, но по факту это так и есть. Итак, далее. Третий инструмент публичности не затягиваю я, да, если есть вопросы, задавайте. Я пока в чате вопросов не вижу, все пишите, все по делу. Класс. Значит, третий инструмент публичности – это речь. Вот здесь, наверное, самое такое непростое, честно, да, самое непростое. Давайте-ка вот так сделаем. В чате напишите мне, кто раз стабильно, например, в месяц где-то выступает. Ну-ка, пишите, давайте. Сейчас мы посмотрим на вашу публичность, сразу же сделаем диагностику. Давайте, раз в месяц пишем, кто выступает раз в месяц. В чате, в чате. Я, отлично. Лилиана, вижу, подтверждаю. На вечере профессии выступает. Так, у вас, у вас, у нас, да, выступаю, Марта выступает раз в месяц. Давайте. Я только раз в месяц могу разговорное видео записать в сторис в Инстаграм. Вот-вот, да. А значит, Яна, выступаю. Айфон, я, выступает. Окей, айфон выступает, молодец. Берите, переписывайтесь, как вас зовут в Зуме, потому что если вы будете выходить в Зум, например, на нетворкинг, на онлайн, никто не запомнит, кто такой айфон. Все запомнят имя. Еще кто выступает? Все, раз в месяц закончились. Раз в неделю есть такие? Раз в неделю есть такие, кто выступает? Раз в неделю. Пишите. Сейчас мы вас выведем на чистую воду. Кто раз в неделю выступает? Пишите. Сейчас я найду себе партнера, с кем буду выступать каждую неделю. Так, вообще-то тишина в чате. Да, на личных, на встречах личных. Окей. Пускай будет так. Пускай. Есть еще кто выступает раз в неделю? Хорошо. Давайте теперь кто выступает раз в полгода? Могу сидеть и молчать. Ну, это понятно. Я объясню это потом, почему вы сидите и молчите. Если вы захотите, потом я это все объясню на личной диагностике. Я вам в конце буду дарить подарочки. Поэтому оставайтесь с нами. Итак, значит, раз в полгода. О, вот, супер! Вот они мои вылезли, грибочки. Я раз в полгода. Марина, Дмитрий. Бывает, но не часто. Ага. Роксолана выступает на. Супер, Дмитрий. Так, еще, еще. Кто у нас раз в полгода? Раз в неделю на Zoom. Так, неплохо, неплохо. Посмотрите, какие у нас тут сообщества спикеров анонимных собралось. А я еще увижу у нас Марина, Мальвина, Ольга. Не выступают? Армине пока нет, но все впереди, конечно. Безусловно, вы для этого уже сегодня здесь. Так, Марина, Елена, музыка. Вот такая у нас красивая Елена-музыка есть. Еще кто у нас есть? Сейчас я всех перепроверю. Людмила, так, Марина, Яна, еще Людмила, Дарья. Девушки, если вы стесняетесь камеру включать, я вам скажу так. Вот знаете, когда я проходила обучение у Гила, да, у моего наставника, у Гила Петра Силова, у нас с Бали разница 8 часов. И бывали такие, что Zoom проходят ночью глубокой, либо ранним утром по нашему поезд, например, часов в 6. И вот Катя, представьте, лежит такая Катя вообще в кровати, одним глазом еще только проснулась, будильник зазвенел, Гил ждет. И Катя лежит такая и не включает камеру, потому что Катя вообще-то спит, да. Ага, не тут-то было. У нас не начиналась лекция, не начиналось обучение, пока мы все не включим камеры. И вот тут был парадокс, да, то есть ты такая, знаешь, на ощупь, вот там что-то нашла, расческу-то, зеркало, вот так села, глаза спичками подперла и все, и включила камеру. Вот я вам сейчас просто, знаете, позволяю еще не всем камеру включать. А вот так вот, если вы будете на обучении, да, как я была у Гила, такой номерок с вами не прокатит. Иначе мы к публичности с вами придем через полгода. А мне нужно, чтобы вы через два месяца результат получили. Потому что у меня обучение два месяца идет, у меня уже через месяц все результаты получают. Но второй месяц, знаете, такой на всякий случай, чтобы я так вас попинала конкретно, чтобы вы наверняка уже у меня с результатами ушли. Пока нет, но все впереди, я в дороге с вами. Поэтому я говорю, второй месяц у меня на обучении, да, это уже такой, знаете, я вас раскачала, и уже дальше я с вас плоды собираю. То есть второй месяц я, можно сказать, из вас уже кейсы собираю. Понимаете, какой кайф? Первый месяц я вас вкладываю, 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 вкладываю. А второй месяц я уже, знаете, просто вы мне пишете, а, Катя, там у меня вот это предложение, вот это. А я такая, да, я знаю, я знаю. Поехали дальше. Значит, почему речь? Самый тяжелый из всех вот этих трех инструментов. Ну, почему? Как вы думаете? Как вы сами думаете, почему речь? Сейчас я посмотрю, что у меня там дальше. Ну-ка. Вы пишите, ну-ка, в чате давайте. Почему речь? Самый тяжелый. Цвета нет, вот и камера. Ну, это понятно, да. Я поняла, да. Но я про индивидуальное обучение, да, я, конечно, такого у нас поблажек не будет. Итак, почему речь? Самый трудный. Правильно донести собеседника свою мысль. Отлично. Просто прекрасно. Мне нравится ход мыслей. Я уловила ход мыслей. Еще у кого какие? И какие есть идеи? Почему речь самая сложная? Сейчас я вам, кстати, покажу свою книжечку. Да? А вы пока пишите. Вот такая у меня есть потрясающая книга. Если кто слышал, что такое TED, если нет, то просто загублите, что это такое TED. И вы поймете, почему эта книга, которая просто, знаете, это вторая я. Итак, страх перед публикой. От него можно нанести ересь. Ну да. Невосприятие себя на камеру. Супер. Ну, если говорить простым языком, то речь, вот этот вот третий пункт, вот здесь таки все и проявляется. Куча блоков, комплексов. Всего просто, знаете, такой вот, я не знаю, огород с сорняками. Вот он весь, сорняки уже высотой, я не знаю, с пальмой. Вот это вот третий пункт речи. Потому что это катастрофа. Начинаешь, ну, начинаешь, да, уже так с учениками, в наставничестве общаться. Давай там выйди в сторис. Ну там две минутки. Боже, ладно, там 30 секунд запиши сторис. Нет. То есть можно, знаете, вот мы прошли внешне, мы сделали крутую-крутую фотосессию, мы зажгли в себе внутри звезду, а теперь лишь только выйди 30 секунд, запиши себя в сторис. Все. Человека нет. Я могу начать ему уже названивать, да, написывать. Ты где? Ты где? Нет, не могу. Не сейчас, не сегодня. Я занят. Дела. То есть, да, ну, так со мной, конечно, не получится, не пройдет, потому что я довольно мягко и одновременно могу, я мягко и строго, да. Вот я, кто у меня сейчас, если Катюша, здесь есть некоторые мои из учеников, они дадут соврать, что я делаю задание так, чтобы было интересно, да, то есть я же знаю всю эту психологию, что вам не хочется долго, я не умею, я некрасиво выгляжу, а я подведу так, что вы сами захотите это сделать. Ну вот это уже, да, это уже секретики работы со мной в наставничестве. Итак, значит, да, в речи, вот здесь вот в этом пункте скрывается просто миллион комплексов. Я всегда отвечаю на этот вопрос так. Нас учили говорить, правильно, всех в детстве, всех. Нам же покупали миллион литературы, там, я не знаю, бабушки, мамы читали нам сказки перед сном, чтобы мы скорее заговорили, да, чтобы у нас речь началась какая-либо, да, мы быстрее начали. Потом пошли логопеды, да, там то эрниво говорим, то еще что-то, да, сколько времени, сил, нервов наши родители вкладывали на то, чтобы мы начали говорить. Что происходит далее? В школе, там, с первого класса начинается обратный эффект, да. Ну, в Америке, конечно, не так, допустим, да и здесь тоже, например, в Польше не так, но в странах СНГ было именно так. Сиди, молчи, простите меня, заткнись и слушай, заткнись и слушай. Сейчас говорю я, а ты там ручку поднимешь, да, и я подумаю, что там, да, тебе сказать или нет. Это все проходит в школьный год, потом начинается институт. Что в институте? По-другому? Нет, то же самое. Сиди, молчи, нудный там дядька-лектор или там бабка какая-то, лектор нам читает, зачитывает эти нудные, никому не нужные нафиг высшие математики там или, ну, ладно, мне еще там философия еще более-менее никуда не шло, а вот когда там химия или там металл какой-то, да, который я так должна зачем-то пройти, а мне надо сидеть и слушать и делать вид, что меня не тошнит, да, в этот момент как бы желание дискутировать с учителем, там, с лектором, оно отпадает вообще напрочь, потому что, во-первых, ты не понимаешь, о чем это вообще все, а во-вторых, тебе еще не дают проявиться, да, ты вот 40 минут отсидел, вышел, и у тебя просто затуманенный мозг, тебе там дали 5 минут, потом еще раз тебе затуманили и вот так 5 раз. Нам не давали в детстве возможности вообще где-то высказаться, а если и давали, да, то сразу это что становилось? Посмешище, да, то есть там одноклассники начинают ржать над тобой, да, потому что ты что-то говоришь там не так, не то, бред какой-то, да, получается вот эти все комплексы годами, представляете, наслаиваются, 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 и когда теперь ты тебе говоришь, выйди в сторис и 30 секунд запиши видео, вот это все, которое копилось 10, там, 15, там, 20 лет, да, вот тут оно все как цветник из нас и расцвело, не могу, не буду, не знаю, не хочу, не люблю, боюсь, вот это вот все такое, знаете, букет, и вот с этим букетом мне надо работать, понимаете, и работаю с этим букетом, да, работаю по-всякому, в основном, конечно, я работаю, знаете, с интересом, то есть я делаю, например, какие-то мы берем темы, я проводила множество экспериментов, а человек говорит на интересные ему темы легко, заметили, если вы будете говорить то, что вам нравится, вам будет легко об этом говорить, но если я вам скажу, вот запиши сторис, то у вас сразу все вот эти комплексы вылазят, то есть я даю именно на обучение возможность вам говорить о том, что вы любите делать, да, или попрошу, например, куда-то там ты ездил на прошлой неделе, или еще что-то с тобой интересное произошло, вот об этом расскажи об этом, все, и у человека перещелкиваться с тумблер надо на тумблер, ну, я могу рассказать, мне это интересно, понимаете, это вот перещелкиваться, перещелкивает, и на этом я потихонечку, вот потихонечку вот так леплю, леплю, вот эти комплексы, все сорняки из вас, выдираю, 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 и в итоге уже приходим к тому, что вы даже на любую тему, которую вам, в принципе, не интересно, уже можете, в принципе, рассказать. Есть такое задание, вот ручка, вы должны в течение двух минут мне про эту ручку рассказывать. Что вы будете рассказывать? Я понятия не имею, но вы будете мне в течение двух минут про нее рассказывать. И вы должны не замолкать, не теряться, не говорить там, я не знаю, все, я все сказал, да. Нет, не получится, не пройдет. Две минуты будем ее описывать, какого цвета, какие характеристики, что на ней и так далее. Вот это уже получается как раз-то искусство, вот эта речь, к которому нужно будет прийти. Конечно, до этого я перечитала миллионы всяких книг, в том числе вот эти книги ТЭС, да, но у меня нет времени вам это все пересказывать всю свою жизнь, поэтому моя задача, чтобы вы за месяц у меня заговорили, за месяц заговорили, а второй месяц я вас буду уже просто, знаете, поддерживающий вот это вот состояние его вести, вести, вести. А за месяц вы у меня уже заговорите, понимаете? Любой. Я не знаю, у меня нет таких, кто не заговорил со мной, все заговорят. Итак, речь, да, речь, почему она вообще крутая и сложная одновременно, потому что речь – это инструмент влияния, понимаете? Вы влияете речью. Вы можете речью, как говорится, да, убить, можете воскресить. Вот в чем самое сложное. Вот, и поэтому речь – это инструмент влияния, да, кто-то там боится, значит, вести соцсети, поэтому там пишут посты текстов, но они прокатят это, понимаете? Пока вы не начнете все это проговаривать, еще параллельно со своими постами, не будет у вас вот этого эффекта публичности, все равно придется говорить, да. Мне, конечно, повезло, я и в свое время и на телевидении успела поработать, я никогда с этим не было проблем, я ведущей была множество лет, да. Смотрите, спикер, тоже это моя фраза, спикер – это высшая степень уверенности в себе, потому что страх публичных выступлений, он равен со страхом смерти. Это факт. Это доказано, что по уровню, по уровню вот этого гормонального волнения, вот этого всего, да, приравнивается к страху смерти, к страху публичных выступлений. А обосновывается это все очень просто, обосновывается все очень просто, потому что комплексы наши, мы боимся быть осмеянными, непонятыми, неправильно услышанными, и по факту, что потеря репутации, то есть страх потери репутации равен со страхом смерти. Вот и все, понимаете, все просто. Поэтому этот пункт одновременно самый простой и самый сложный. И здесь больше всего времени у меня уходит на работу с вами, потому что вот это только надо расшевелить, потом вас уже, как я говорю, вас уже потом не заткнешь. И это нормально. Но вот расшевелить – это вот самое, самое сложное в работе. Здесь есть вопросы? Я вижу множество. Множество здесь прямо таких, ага. Реакт, давайте, давайте, включайте. Меня слышно? Да. Друзья, всем привет. Смотри, я тут минутку юмора такую хочу сказать по поводу страха выступлений. Рассмешать хочу сейчас всех, всех абсолютно, кто будет слышать то, что я скажу. У меня вот были перелеты, да, пересадки. Ну и попала в жесткую турбулентность, короче, жестко отрослый самолет. И могу сказать вот откровенно, у меня какие мысли были в голове. Мне настолько бы стало страшно, да, вот, ну, потому что есть немножко у меня такой страх, не так. Тут еще как бы совпало, что турбулентность, это все. Я так себе думаю, боже, господи, мне сейчас проще выйти на сцену, реально выступить, провести мероприятие, там, неважно, на каком там, ну, английском, польском, русском, дабы просто, чтобы меня хотя бы здесь не трусило в этом долбанном самолете. То есть вот я такую параллель себе просто провела в голове, понимаешь? Ну, вот настолько, то есть, вот мой, например, пример, да, вот мой случай, действительно, почему-то именно мысль у меня эта пришла в голову. Хотя я тут же задумалась над тем, что действительно страх выступать, это один из таких популярных страхов в мире, считается. Вот. И от меня за свой голос приболела немного. Спасибо большое. Сам факт. Сам факт. Просто смешно дальше может быть еще. Давайте еще кого-нибудь послушаем. Давайте, девчонки, мальчишки, подключать. Кто еще боится публично выступать? Сейчас вас немножко разберем, почему. Кто боится выступать? Давайте, вот, начинайте выступать, кто боится. Это ваш звездный час. Ну, все не боятся, да? Ага, если сейчас никто не будет высказываться, значит, все не боятся и пойдут у меня на следующий Zoom самый главный. Будут вместо меня вот эту презентацию вести. А кто готов вести вместо меня в следующий раз эту презентацию? Тогда включаем микрофон и рассказываем о своих страхах. Я уверена, и все, вот, сейчас кто-нибудь начнет говорить, и остальные 80% будут либо кивать головой, либо писать в чате, да, 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 да. Поэтому давайте, проявляйтесь. Я вам уже привела самый простой пример, почему мы вот так вот с таким трудом начинаем говорить, потому что нас всю жизнь затыкали, всю жизнь нас затыкали. А еще больше интересный факт я вам скажу, я вот здесь не написала, а должна была, что на каждого спикера есть цифра, да, есть средняя, выведена цифра от трех тысяч до пяти тысяч слушателей. Послушайте только эту цифру. Вот вы, вы человек, да, и на каждого из вас, кто будет проявляться и говорить, есть три тысячи тире пять тысяч человек, которые боятся говорить и будут только слушать. Представляете, что будет, если вы в себе переборете это и начнете говорить? У вас аудитория пять тысяч человек будет. Просто это уже просто статистика, просто статистика, представляете? Поэтому включаем микрофон. Кать, а может кто-то дать просто вопрос, знаешь, как, почему вот вы боитесь, почему вы боитесь выйти и дали по себе? Да, я задаю вопрос, почему? Вот что, какой у вас страх? Ну, какие причины? Мне кажется, у всех они могут быть разные, эти причины. Какой страх у вас? Вот такой. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Могу говорить чуть-чуть. Да, хочу сказать, конечно, что в детстве в садике у меня мама шила мне платье, и я приходила, чтобы похвастаться новым платьем, приходила в садик, залазила на стол и крутила это платье, чтобы увидели, что у меня самое красивое платье. Но, естественно, все воспитатели говорили, нет, делать этого нельзя, и как бы слезть, и это некрасиво, это как бы, ну, все, что нет, нет, нет. Вот поэтому, возможно, страх еще с детства. Но я очень вам благодарна. Я ежемесячно хожу к вам раз в месяц и учусь этому, и спасибо большое вам. Супер, здорово. Очень приятно, что тут все свои. Очень приятно. Еще давайте, не стесняйтесь, у кого какие страхи. Вот видите, у Лилиана вообще садика, представляете? Я вот вообще начала со школы говорить, а может быть, все гораздо раньше. Я скажу не от себя сейчас, а я скажу там за своих знакомых, от которых мне говорили, почему они боятся. Люди боятся выступать, они боятся, что у них вот сейчас, страх прямо сейчас начнут осуждать. Страх осуждения. У кого еще есть страх осуждения? Давайте мы проработаем его сейчас. Я даю время, друзья, даю время специально для вас. Вы же пришли на меня, вы знаете, что будет, вы знаете меня, ну, чего вы стесняетесь, правда. Давайте обсудим, у кого какие страхи, и друг другу поможем. Так, кто у нас микрофон включил? Марина, да? Марина Барновская. Дмитрий, может быть, вы хотите тоже сказать, какой у вас, если есть такой, страх публичных выступлений? Я его переборола с вами. Супер! Класс! Класс! Ну, кто еще хочет с нами перебороть? Ольга, давайте. Я, давайте. Наверное, добрый вечер, да. Наверное, вам, ну, я боюсь потеряться, наверное, в момент речи. Не знаю, почему-то, когда, в принципе, в живую, видя публику, я могу спокойно проводить совещания, проводить встречи, но вот почему-то меня пугает камера. Я, может, потому что это одиноко, я одна, не вижу других, я не знаю, но вот именно я боюсь выйти в эфир, я боюсь камер. Чем это объяснить? Я не могу. Я могу объяснить это очень легко, это просто опыт, вот и все. Ну, просто, ну, элементарно. Например, в работе со мной, да, если вот такой вот есть страх, я знаю все страхи, которые существуют касаемо публичных выступлений, абсолютно все. Вот с вашим страхом мы начинаем работать именно так. То есть мы садимся, берем, ставим напротив себя телефон, включаем камеру и ежедневно мы по две, по три минутки записываем свое собственное видео. Мы никуда его не выкладываем, никуда. Мы его себе сохраняем в отдельную папочку в Телеграм. Сохраняем, 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 сохраняем. Потом мы смотрим на это видео через две недели, ну, на новое видео, то есть мы записываем видео каждый день в течение двух недель. И потом мы берем видео, которое только мы начинали в первый день и видео спустя две недели, после того, как я прокачиваю. И видим просто двух разных людей, вообще абсолютно разных двух людей. Да, и мы начинаем кайфовать от этого, начинаем получать удовольствие от того, что у нас начинает получаться. Мы же все как дети, понимаете, вот ребенку не получается что-то, он что начинает делать? Не хочу капризничать, топать ногами, там еще что-то делать. А потом у него начинает получаться эта долбанная математика, начинает он наконец-то понимать, как эти циферки между собой складываются. И он еще говорит, а давай еще примерчик решим, давай еще разочек примерчик решим. У вас абсолютно то же самое будет. Спустя две недели вы начинаете, а я ничего, вообще в целом-то, да и фильтры-то можно и не обязательно накладывать, да и так-то в принципе ничего. А когда вы только первые два раза начинаете делать, у вас эта сторона не такая, рот-то у меня кривой, один глаз у меня меньше другого, и тут щека у меня с одной стороны выперло, а с другой нет. Вот вы что испытываете, я это знаю, просто знаю, это у меня разбудить. Вы вправе. Разбуди ночью и скажи, какие у человека, который первый раз записывает, что у него не так, да все у него не так, и нос-то у него длинный, и глаз не такой, и бровь поехала, и губы кривые, да вот ну как бы ничего нового. Все, это уже мы прошли. Понимаете? Это вы так себе говорите. Мне со стороны вы такой не кажетесь. Каждый человек себя начинает критиковать, да? И единственная таблетка это практика. Единственная таблетка это практика. Потому что, когда вам нужно записать каждый день видео, я это, ну, долблю этим, да, запиши, запиши, запиши видео, вам порой уже, например, становится некогда. Да не буду я сейчас укладывать там, укладку делать, вот запишу как есть, да? И вот этот вот страх, страх, он проходит. То, что у меня там что-то тут не так, да, бровка не такая. Он уже просто вам некогда об этом думать. Вы просто делаете, 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 делаете. Через две недели вы уже просто другой человек. Уже можно сказать, через две недели вы уже диктор. Да. Еще на телевидении рано, но уже почти. Но уже мне не страшно. Понимаете? Хорошо, спасибо, Ольга, за ваш, за ваш, да, поделились своим страхом. Еще кто? Катерина, я хотела бы, конечно, согласиться и с Ольгой, да, то есть есть вот эти какие-то страхи перед камерой, ну и, конечно, то, что вы сказали, да, как-то вот, ну не нравлюсь себе в камере, как-то какое-то лицо перекошенное, да, и, возможно, это, наверное, и останавливает, но и частично есть какие-то страхи из детства, да, вот сиди, не высовывайся, помолчи, за тебя скажут. Наверное, вот это такое, где-то что-то в душе и осталось, но просто нужно побеждать это и, в конце концов, ну, выходить на арену и говорить за себя, вот, и в конце концов, действительно, что даже если мы снимаем эти сторисы, ну, не всегда у нас удачно селфи получается, да, некоторые говорят, зачем селфи делать, если это самые неудачные фотографии, но почему-то все делают селфи, нравится, не нравится, на любом месте мы готовы сделать селфи, вот так вот, из этой серии, я так понимаю, и записывать сторисы, да, вроде бы нам не нравится, но мне, вот я себя тоже ловила на мысли, когда я смотрю чьи-то сторис, я не обращаю внимание на лицо, я обращаю внимание на суть, то, что хочет принести, да, то есть автор, вот это да, на это обращаешь внимание, ну, а как он там получился, мы все прекрасно понимаем, что камера, она искажает человека, на самом деле, когда мы встречаемся с человеком, он намного красивее даже бывает вылезет, чем на камере, но оно так и есть, да, вот, и, ну, может быть, ну, скорее всего, что это так, вот эти вот страхи, наверное, они останавливают нас, хотя, с одной стороны, это очень, очень глупые, наверное, детские страхи, просто, это абсолютно детские страхи, это детские наивные страхи, которые нужно раз победить, и просто почувствуешь себя победителем, пойдешь вперед, и все, и на этом, никогда не будешь зацикливаться. А теперь представьте, что вот если вы сегодня не заговорите, вот ваши пять тысяч людей, которые вас готовы слушать, эта статистика, да, они пойдут слушать кого-то другого. Вот это вас, да, никак не напрягает, потому что вот это и должно в целом вас будоражить, понимаете, ваша аудитория, которая законно, статистично принадлежит вам, она пойдет и будет слушать другого. Меня вот это вот, например, зацепило бы, да, то есть вот как один из аргументов. Можно сказать пару слов? Слышно меня? Угу. Меня зовут Виктория, ну, вот вы говорите о том, что идет аудитория моя там другому человеку, а если мне нету такого страха? Мне просто, я веду блог, чисто, грубо говоря, для себя изначально, потом начали подписываться люди, и как-то сейчас бы просто хотела научиться правильно выстраивать свою красивую, то есть речь, чтобы донести, что бы человеку, потому что в итоге выходит каша какая-то, то есть я начинаю с одной сути, перехожу резко на вторую, с третьей перепрыгиваю на первую, и человек теперь понимает, чего я хочу от него. То есть у меня темы гуляют. Да, это тоже очень распространенное, это, наверное, это следующее после вот этого страха просто выйти, да, то есть сначала мы боремся вот с этим, то, что я боюсь вообще выйти, да, а потом начинается борьба за то, что я нелогичен, да, а я непоследователен, я могу прыгать с темы на тему, да, вот еще такой один вопрос. Смотрите, получается, у меня идет в голове текст быстрее, то есть я мысленно думаю быстрее, чем я говорю, и поэтому получается каша вот такая вот. То есть я анализирую намного быстрее, чем я могу говорить, вот, из-за этого я скачу вечно туда-сюда, то есть мне такой нормальной, стабильной конкретики, вот это мне бесит. Да, это на самом деле тоже ничего в этом парадоксального нет, это нормальное явление, просто вы не прокачаны в этом вопросе, да, если вы будете именно обучаться, прокачиваться в этом моменте, у вас не будет таких вопросов, то есть у вас, во-первых, выстроится последовательность повествования, да, мы все слушаем истории, мы все с детства слушаем сказки, понимаете, и любая, любая даже наша лекция, даже моя сейчас презентация, она структурна, она идет от А к Б, да, то есть она идет по нарастанию, я сейчас вам начну показывать уже цифры, до них дойдем, я надеюсь, да, как уже в деньгах вот это все померить, да, вот, и это уже, соответственно, будет моя линия простроена именно так, я вам сначала даю контент, даю, слушаю вас, понимаю, даю вам понять, как это вообще пощупать, потрогать, а потом еще вас цифрами сейчас додавлю, понимаете, и вы у меня вот с такими глазами будете сидеть, вот, то есть это повествование, то есть мы все выросли на сказках, на историях, и любая ваша даже сторис, да, даже сторис, которые вы снимаете, это та же самая история, это та же самая, почему сторис, потому что это история, да, потому что мы все с вами прошиты под это, и если вы скачете, гуляете с темой на тему, конечно же, какая тут история, тут просто такой некий словесный, простите меня, понос, от которого надо лечиться, и речиться это все несложно, Это все просто вам объяснить, дать структуру, разложить ваши темы по ней, по этому, скажем так, по веточкам, по этим, по всем. И все, и вы заговорите как надо. Тем более, если у вас нет страха публичных выступлений, вам в два раза проще, чем тем, у кого есть страх. Сначала потому, что страх убирается, а потом уже структура накладывается. Спасибо за вопросы. Кто еще у нас хочет пожаловаться на свой страх? На самом деле высказаться, не пожаловаться, а высказаться. Мы с удовольствием поможем. Людмила. Катя, я хочу подтвердить то, что необходимо. Обязательно практика и что можно от выступлений получить удовольствие. Я по своей работе, но это было, конечно, пять лет назад, часто выступала. И если я знаю свой предмет, вначале страшно, потом ты загораешься, рассказываешь вдохновением то, что ты знаешь, видишь, как горят ли у людей глаза, и ты от этого получаешь удовольствие. Ты действительно выходишь вдохновленный после этого. Ну, если практики нет, это уже труднее. Потом уже и голос запинается, это уже действительно трудно. Полностью, да, согласна. Моя сегодня задача рассказать вам, показать не только, как получить удовольствие. Удовольствие – это такая прекрасная ступень, когда вы перебороли вот это все, с чего от вас сначала я сорняки выдергиваю. Сначала выдернула сорняки, вы стали получать удовольствие от выступления. Но моя задача – показать не просто удовольствие, а деньги. Понимаете? Как на этом зарабатывать можно. Мы сейчас к этому как раз приходим. Я думаю, что четвертый пункт мы с вами быстренько пройдем – это площадки. Четвертый пункт – это площадки. Он тоже, безусловно, важен, суперважен. Потому что одно дело – это то, что вы говорите, а другое дело – кому вы это говорите. И вот тут тоже всегда возникает вопрос – а кому же мне теперь все это нести? Вот я такая молодец, такой молодец, все научился. И внешне неплохой, да, и внутренне тоже звезду вот эту в себе нашел, зажег, да, речь неплохо поставил. А теперь куда с этим всем, простите, да, идти? Вот. И здесь я даю как раз-таки на индивидуальном, например, работе со мной, да. Здесь мы что делаем? Вот завтра как раз у меня будет такое занятие с одной из моих учениц в Варшаве. Мы садимся, садимся, берем календарь, берем календарь и смотрим. Я знаю, если говорить, например, за весь мир, да, то есть у меня есть конкретные люди, нетворкеры, такие, как я, по всему миру. Что это мне дает? Что это дает не только мне, моим ученикам, вообще всем, кто так или иначе сотрудничает со мной, с моим продуктом. Что это дает? Это дает возможность выступать, проявляться, выходить на аудиторию онлайн и оффлайн в любой стране мира. Да, вообще без разницы, какая это страна, потому что у меня есть связи везде, по всему миру. Вот. Что это значит? Это значит, что мы садимся, берем календарь, календарь на месяц, допустим, да, на месяц. И, соответственно, я заранее уже мониторю, мониторю все различные мероприятия, события, онлайн, оффлайн, конференции, форумы. Сейчас вот я вам их покажу, да, где они у меня? Вот они, да, можете скринить, да, то есть различные конференции, форумы, вебинары, мастер-майнды, вот все, что, где, да, все, где, что, можно, куда сходить, да, вот это вот все я обладаю этими знаниями. Это моя ценность, это моя уникальность. Таких людей я не знаю, кто обладает такими знаниями. А если я что-то не знаю, то мне, ну, составит для меня это, ну, полчаса, час работы узнать. То есть мои связи позволяют мне узнать все по всему миру, касаемо где проявляться, какие площадки используют, да. Вот, и таким образом мы садимся с моим учеником, и мы выписываем, выписываем, куда идти. Если это бизнес-клубы, то мы выписываем бизнес-клубы. Потом мы их вносим в свой календарь, понимаете? То есть вот все, чему мы научились, вот речь, да, как внешне выглядеть, как внутренне вот эту звезду зажечь, мы теперь должны все это на практике применить, да. И моя задача – это дать вам площадки. Я не знаю больше ни одного продукта, кто такое делает, да. Ну, у меня это уже три года, понимаете, поэтому я знаю всех, да, и могу подсказать именно те площадки в любой стране, в любом городе. И я знаю, даже если конкретно, не знаю конкретной площадки, то я знаю, у кого спросить и как добыть эту информацию, да. Поэтому мы берем календарь и прямо составляем. Например, у нас два раза в неделю, там, вторник и четверг, мы, соответственно, проявляемся там-то, там-то. Во вторник, например, это онлайн, в четверг это оффлайн. И, соответственно, у человека прямо перед глазами график, и он идет по этому графику, идет и проявляется, да, по тому алгоритму, который мы уже написали. Именно поэтому за один месяц уже у вас полностью картинка в голове, как стать публичным человеком есть. И те знания, которые я даю, более того, эти знания, они применимы после меня. То есть не обязательно быть со мной там в наставничестве год, два, три, пять, десять. Нужно просто это понять для себя. Я это все даю, передаю. Это нужно понять, да, как этим пользоваться. И потом вы можете уже без меня это делать, но вы все равно остаетесь со мной, потому что у меня еще там есть чат годовой, где мы будем просто делиться там. А, я там выступила, смотрите там, как круто. Или просто вдохновиться, да, Катюш, там, например, смотри, меня пригласили вот на такое-то мероприятие, на событие, а, я там боюсь, но хочу, не могу. Ну, и я, конечно же, похвалю какие-то там свои ЦУ наставления дам, и человек летит у меня, понимаете? То есть вот он летит. Вот, соответственно, что касаемо площадок, я понимаю, как это сложно. Я понимаю, как сложно, во-первых, самому самостоятельно найти эти площадки, найти, даже это еще полбеды, нужен пинок. Ну, как ни крути, нужен пинок, чтобы себя даже на эти площадки заставить пойти. Вот мы находим, например, площадки, и я контролирую, чтобы человек, мой ученик, на них сходил, да, он на них выступил, проявился, либо даже если он не просто выступает, а как гость, я учу так делать, чтобы он на этом мероприятии стал не просто как гость. Ну, это уже секретные фишки, это уже то, чему я обучаю на наставничестве. То есть даже можно, если вы пришли не как спикер, а просто как гость, можно сделать так, чтобы забрать на себя внимание и сделать это экологично. Моя задача, чтобы это было экологично, чтобы это не выглядело как выскочка, да, вот это очень важно. Потому что те, кто не обладают, например, этим знанием, могут прийти и начать делать неправильные вещи, после чего репутация страдает. То есть говорят, да, это выскочка, да, свои пять копеек везде ставят. То есть не должно быть такого, понимаете, вот эти пять копеек, они бывают очень, дают нам плохую славу о нас. Вот, поэтому здесь ключевое слово экологично, экологично заявлять о себе. Вот, хорошо, разобрали площадки. И вот здесь есть, здесь все понятно. Какие вопросы по площадкам? Давайте тоже, я думаю, что есть такие. По площадкам есть вопросы, в чем, например, там разница онлайн-офлайн. Ну, здесь я, в принципе, даже прописала, да, онлайн-площадки помогают проявиться без границ онлайн, да, то есть по всему миру. Это как наша платформа, вот, уехать в онлайн-площадки, это более, скажем так, ну, да, площадки, где можно друг друга потрогать, подойти, назначить оффлайн-встречу, провести ее и так далее. Вот, в принципе, разница вся, а алгоритмы тоже, конечно, разные, да. В онлайне, к сожалению, мы не можем назначить потом личную встречу. Так, по площадкам нет вопросов, да. Ну, все, давайте переходим тогда к цифркам. Сейчас немножко сверну экран, чтобы мне видеть свою презентажку. Итак, значит, вот я вам просто буду показывать свои примеры и смотрите, значит, смотрите, слушайте. Лично мой пример, да, выступление в Дубае на 3000 человек. Что происходит после того, как я, ну, я же знаю, как это технологии, как правильно заявлять о себе со сцены, да, чтобы получить тот, мне нужно получить эффект в виде денег и публичности, да, два, два в одном. И, соответственно, многие, кто только начинают проявляться, для них страх преодолеть публичность, просто выйти на сцену и заявить о себе, да, моя же цель, я уже это умею, у меня этот эффект достигнут, моя теперь цель заработать с помощью этого, да, уже заработать, уже деньги моя цель с помощью публичности. Уже не просто вышла на сцену, боже, мне дали выступить перед 3000, нет, моя задача уже продать свой продукт уже со сцены, да, потому что для меня сцена, для меня публичность – это инструмент, как для кого-то таргет, как для кого-то, я не знаю, баннер в городе, для меня это инструмент. Например, баннер увидят там 3000 человек, и они могут проехать мимо и не обратить внимания, а если я выхожу на сцену и выступаю, на меня невозможно не обратить внимания априори, вы понимаете это, что если я спикер, на меня невозможно обратить внимание. Вот, а кто, кто у меня шумит? Итак, вот вы здесь видите цифры, 3000 человек, 200 подписок за день, 30 клиентов в час, вот вам, пожалуйста, 1 миллион гривен, 30 тысяч долларов за сутки. Как вам? Да, да, друзья, вот он этот миллион, о котором я говорила, и более того, я вам хочу сказать, что это только одно выступление, а я в месяц могу их делать несколько, летать по странам и делать таких несколько выступлений. То есть моя цель не вышла и трясущимися руками, ногами рассказала, что вот я там такая-то, да, а моя цель уже свой продукт иметь, к этому моменту, когда я выхожу выступать, у меня есть свой продукт, который я буду продавать, да, например, вот мой продукт еще стоил 1000 долларов, да, и, соответственно, вот они отсюда и деньги берутся, умножаем на 30 клиентов. Вот они, деньги, понимаете, со сцены рассказала, продала себя, люди подписались и в личку спрашивают, как, где, что, сколько, что, почем. Так, но даже супер, конечно, хочу, я этому обучаю, но даже это не самый смак, который я хотела показать. Да, это деньги, да, это реальные деньги, но есть еще круче, на мой взгляд, от публичных выступлений, да, ну вот тоже пример публичных выступлений, платформа уехать.ком, где я провожу интервью, эти интервью тоже, соответственно, платные, вот, пожалуйста, сумма 7500 долларов за 3 месяца я заработала, благодаря тому, что мои люди, мои эксперты по всему миру выступают на платформе, на площадке проявляются, и я провожу с ними интервью. Кайф, кайф, вообще супер кайф, я считаю, да. Что еще, какие еще есть варианты, возможности проявления себя, то есть я сотрудничаю с американским пиаром, агентством, где есть возможность публикации более 7000 различных СМИ, здесь и Форбс, и Нью-Йорк Таймс, Космополитен, здесь, ну, вот внизу видите, да, ВОК и так далее. И, соответственно, люди платят за эту публичность, понимаете, люди хотят, да, чтобы их размещали на этих платформах, то есть вот отсюда тоже, да, вот это желание, чтобы обо мне узнали, обо мне заговорили, вот оно, пожалуйста, оно приносит просто колоссальные вообще доходы, да, то есть таких вот публикаций в месяц может быть от 30 и больше в месяц таких публикаций, стоимость одной публикации от 1000 долларов, от 1000 долларов, да, если размещаться на крутых американских платформах, вот вам, пожалуйста, живые деньги, да, опять вот эти вот огромные деньги, которые приносят публичность. Ну и кроме того, да, хотел бы привести пример, вот, например, Тони Робинс, он каждый год проводит несколько своих разных программ, да, и кроме того, что он проводит свои программы, он дает еще и возможность на них зарабатывать. Вот, например, мой знакомый, только что они, ну, 2 по 8 декабря в Турции, они проводили прямой эфир Тони Робинсона, это был недельный вот такой вот марафон «Свидание с судьбой», и вот его заработок, 15 тысяч долларов он заработал за эти вот, за эту неделю, благодаря тем, кто идет на Тони Робинса и, соответственно, хочет получить его знания, и он являлся организатором этого мероприятия, вот его заработок на публичности, да, вот такие деньги крутятся, понимаете, в этой сфере, если вы еще не знали, то вот вам живые реальные цифры, да. Итак, вывод, который я хочу донести до вас, да, публичность на данный момент, настолько вот эти вот ваши комплексы, они помогают публичности стать самым дешевым в то же время и самым высококонверсионным продуктом, пиар из всех вообще, которые существуют, поверьте, я 15 лет в маркетинге, ничего дешевле и круче публичности не существует на данный момент, ничего, поэтому блогеры-миллионники там летают на частных самолетах, не каждый, простите меня, там, вице-президент и президент может себе это позволить, а блогеры-миллионники могут себе это позволить, потому что здесь деньги, где публичность, там деньги. Вот, на данный момент публичность является самым дешевым и самым высококонверсионным продуктом в пиаре, пиар из существующих на данный момент. Вот эту мысль и вот эти конкретные цифры я хотела сегодня до вас донести и еще раз призываю вас подумать о том, что на каждого из вас есть аудитория, но только вы ее не берете, вы не берете, не проявляетесь на эту аудиторию, и таким образом вы проигрываете, вы в своей рутине зашиваетесь, вы лучше будете делать что-то ручками-ножками, чем один раз на две минуты выйдете в сториз, понимаете, а там деньги, деньги там, а вы вместо этого что-то копошите, лапками там своими делаете и боитесь это рассказать. А когда вы начнете об этом рассказывать, вот тут уже это и есть публичность, а дальше больше, то есть оно как снежный ком. Сейчас начну в сториз рассказывать, а потом дойдет уже и выступать начну, а потом и такая аудитория, такая, потом еще приглашать начну. И вот оно как снежный ком покатилось. То же самое я обучалась так у Гила, когда я ему задала первый вопрос, Гила, а как вообще начать выступать, вообще как, с чего начать вообще выступать? Да, конечно же, это было вот эти вот блоки страхи, которые нужно побороть. А во-вторых, это инициатива, понимаете? Если я вам дам знания, но в итоге вы будете сидеть, труситься где-нибудь, да, и не будете пытаться даже с кем-то поговорить из организаторов, да, ну, простите, о чем будет речь? Я вам даже помогу сдать расписание, да, как я сказала, составить расписание, куда вам ходить. Ну, вы найдете там причину, ой, я не пойду, я там заболел, у меня там кошка, у нее понос и так далее. Ну, друзья, о какому здесь, может, о какой публичности можете речь, да? То есть все равно я же за вас не, ну, нет, я могу за вас пойти выступать, но и деньги тогда мои, договорились? Я с удовольствием пойду за вас выступать и соберу свой куш. Вот, но мне-то хочется, чтобы вы поняли, как на этом можно зарабатывать, а не только удовольствие получать, но и зарабатывать. И даже ваши маленькие проявления, там, двухминутные в сторис, это уже начало, это уже начало большого-большого пути в публичность. Вот, и пока вы боитесь и лапками там что-то перебираете, да, вот эти ваши пять тысяч человек забирают другие. Вот и все, мне было, ну, мне обидно от этого. Вот, значит, что еще я хотела вам сказать? У нас есть классная-классная новость. А во-первых, так, я пролистнула, во-первых, я хочу вам подарить диагностику вашей публичности. То есть вот эти вот ваши страхи, которые вы сегодня произнесли, я хочу, чтобы вы мне прямо их показали. То есть что это значит? Мы с вами созвонимся на 15 минуточек, мне этого будет достаточно вам тоже. Вы мне за две минуты, ну, три минутки расскажете свою самопрезентацию, самопрезентацию, покажете мне себя со всеми своими вот этими вот таракашками, да, и я вам подскажу, на что вообще в первую очередь нужно обратить внимание, что ок, что не ок, и как вообще с этим жить и бороться дальше, да. Вот такую вот я хочу вам подарить классную диагностику 15 минут. Сейчас, видите, клуб профессии здесь написан. Ну, можете в клуб профессии написать, мы вас с Яночкой перехватим там. Вот этот QR-код, видите, QR-код. Сюда нужно написать слово диагностика, и мы с вами созвонимся, назначим, назначим дату и время, и проведем с вами диагностику. Вы мне за три минуты расскажете свою самопрезентацию, и здесь как раз-таки моя будет задача, моя будет роль, не буду судить строго, все понимаю, да, но за это время я смогу профессионально определить, над чем нужно идти работать, да, в чем вы, собственно, здесь просели, да, это сразу будет видно. Мне это видно невооруженным глазом, соответственно, ну, а вам это будет, для вас это будет, скорее всего, сюрпрайс. Вот, а если, например, я не всегда ругаю, честно, если есть что-то крутое, если я замечаю какую-то фишку, боже, вы не поверите, я вас буду захваливать, потому что если у вас она есть, да, то этот изюм надо вытаскивать и развивать, да, это не значит, что я вас буду за 15 минут казнить, ничего подобного, наоборот, да, если есть что у вас вознести, приподнять, я именно это буду делать больше, потому что моя задача вас не спугнуть, да, а моя задача вам сказать, что да, я такая робкая и несмелая, но сказать, что все получится, если ты этого хочешь, если действительно ты этого хочешь, не я, а ты, понимаете? Вот, отлично, Яночка мне уже помогает сейчас, видим заявки, видим заявки, вот, отлично, умнички, умники, пишите диагностика в, диагностика в наш чатик, в инстаграм, клуб профессии.pl, да, все, вижу, 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 и мы с вами созвонимся по работе, у нас до конца месяца, ой, до конца, да, до конца месяца с вами есть еще следующая неделя, вообще потрясающе, у нас еще с вами впереди целая неделя, и я вся ваша, пишите, вот, вижу, молодцы. Все нашли наш инстаграм? Яночка, а можно попросить тебя сюда ссылочку скинуть на наш инстаграм, или я попробую сейчас вот так вот написать от руки, чтобы у меня получится. Яночка, ты со мной? Напиши, пожалуйста, не сканируется. А, ну, сейчас мы тогда. Вот, отлично, супер, спасибо. Ой, да, вот, ссылочка, переходите по ней, супер, переходите по ней и пишите слово диагностика, и мы с вами созвонимся и продиагностируем вашу самопрезентацию, послушаем ваши страхи и будем с ними работать. Вот, все, вот, теперь нашли, теперь вижу. Хорошо, что еще хочу, какое сделать вам объявление, да? Еще хочу вам подарить, в честь Нового года, каждый из вас по 20 долларов, вот, тоже это я все подарю там же в инстаграме, то есть напишите диагностику, и уже там же я вам подарю подарок. 20 долларов подарю вам на счет, это счет, который с вами будет целый год впереди, вам просто эти 20 долларов будут каждую неделю приносить деньги, это ваш будет пассивный доход. Считайте подарок от меня на Новый год. Вот, вот такой вот классный подарок, да. И что еще хочу сказать, еще сделать такое объявление классное, что в феврале, в феврале 2023 года мы, клуб профессий, мы привозим в Варшаву Турцию, мы привозим в Варшаву Турцию, и это самый большой на нынешний момент форум по спикерству. Приезжает Андреас Тиссон, приезжает Лара Мазуру, она телеведущая, Андреас Тиссон, он организатор форума Юник, это крупнейший форум по спикерству, и Седа Каспарова, она является спикером по постановке голоса. Они приезжают в Варшаву, мы их привозим специально, это первый раз, куда они гастролируют, они в Турции сами проводят свои мероприятия, мы их вывозим сюда, в Варшаву. И, соответственно, с января месяца по февраль у нас будет идти кастинг, набор на прокачку своего спикерства, на свои спикерства и публичности. Этот форум пройдет уже в конце весны в Турции, и все, кто в Варшаве примут участие в тренинге, трехдневный тренинг будет проходить в феврале месяца, все, кто примут участие в тренинге, получат билет пригласительный в Турцию на самый большой форум спикеров на 5000 человек, который пройдет в конце весны. Поэтому, если вы всерьез вообще подумываете о том, чтобы проявляться, то в феврале будет шанс здесь, в Варшаве, прокачаться, заявить о себе и уже поехать потом в Турцию для того, чтобы очень круто на огромную аудиторию 120 тысяч онлайн, представляете, 120 тысяч онлайн выступить и громко заявить о себе. Понимаю, что для этого нужно созреть, но кому-то, возможно, это окажется кстати. Ну что, друзья, я жду еще тех, кто, если не написал диагностика, да, и также хочу напомнить, что у меня своя школа публичности, публичности и нетворкинга, и я вам сегодня целый вечер приводила примеры о том, какие интересные у нас задания, как мы интересно обучаемся, и в течение двух месяцев с помощью публичности мы выходим уже конкретно на лидерство в своей нише. Это я обожаю, это я даю все свои знания. Школа у нас в записи, она большая школа в записи, и плюс, если мы берем индивидуальное наставничество, то, соответственно, я веду человека. А также есть два варианта, это в записи школа и школа с моим личным наставничеством. Если школа в записи, стоит она сейчас 500 долларов всего, если с моим личным наставничеством, то стоимость ее 2000 долларов, и мы таким образом идем два месяца. Начинать мы будем с января, уже там, наверное, с серединки января, но сейчас можно оставить свои контакты для того, чтобы эту сумму зафиксировать, эту стоимость зафиксировать, потому что с Нового года это будет гораздо дороже, я физически просто не справляюсь. Вот и все. Поэтому, если есть интерес прокачать себя за два месяца, стать лидером рынка в своей нише, классно научиться говорить, классно проявляться, знать все места, куда можно сходить и где можно поговорить, где можно себя проявить, то это уже идет моя школа публичности и личная со мной работа. Что еще хотела добавить? Хотела добавить вам такую мотивационную вещь о том, что никогда не упускайте вот такие возможности, если вы сегодня уже пришли на этот тренинг, скажем так, на эту встречу, значит, у вас есть такой внутри запрос, значит, есть запрос хочу проявляться, хочу узнать, как вообще быть публично, как с этого зарабатывать. Я скажу так, ничего нет кайфовее того, что тебя все знают. Ну, по факту, чем это круто? Ты можешь заниматься вообще любой профессией, абсолютно менять бизнесы, менять направление бизнеса, да, и это совершенно никак не отражается на твой бизнес, на твой доход, потому что публичность, это, как я и говорила, это инструмент всеобъемлющий, мы сегодня с вами с этого начинали. Он касаемо любой вашей сферы жизни, любой. Если вы будете менять бизнес, если вы будете менять направление, это не отразится на вашем доходе, доставке, потому что люди, они пойдут за вами, чем бы вы ни занимались, чем бы вы ни занимались, понимаете? Я прилетаю, например, в другую страну, вот я была недавно в Париже, проводила там тоже встречу, нетворкинг, и люди уже меня знали и ждали. Понимаете, какой это кайф? Ты прилетаешь не просто вот так, как турист ходишь, вот так вот, да, смотришь, а прилетаешь, а тебя там уже люди ждут, они тебя встречают, и уже, в принципе, все тебе расскажут, туда ходи, сюда не ходи, это делай, то не делай, это ешь, это не ешь. Вот, это эффект вот этой публичности. И так во всем, понимаете, во всем, в отношениях, в бизнесе, в каких-то личных контактах. А еще, что круто, эти же люди потом тебе дают новый контакт, и вот это вот начинает уже крутиться вертеть по всему миру. То есть стоит лишь, лишь получается, по факту, да, преодолеть вот эти какие-то свои страхи, блоки, которые сидят внутри, которые зажимают нас от того, чтобы начать себя проявлять, и как только мы начинаем это, да, мы начинаем получать удовольствие, а следом за удовольствием еще и деньги приходят, потому что оно одно с другим связано, одно прямо неразрывно друг с другом связано. Когда вы получаете удовольствие, то деньги платят вам за то, чтобы соприкоснуться с вами, и чтобы вы поделились частичкой этого удовольствия. Понимаете, я именно так зарабатываю. Я именно зарабатываю на том, что я делюсь, я кайфую, делюсь этим состоянием, и люди хотят его получить от меня и платят мне за то, что дай, да, дай мне вот это состояние. Или научи меня так же делать, так же кайфовать, чтобы я тоже и зарабатывала, и проявлялась. Вот и все. Это, наверное, самый простой способ вообще заработка, который только может быть, но и сложный в то же время, потому что блоки сидят, вот эти вот страхи и блоки. Но это, понимаете, что вам сейчас сколько бы ни было лет, если вы будете продолжать дальше с этим сидеть, с этим жить, да, то вы так и будете, как бы вот не будут происходить скачки. Публичность – это скачок. То есть вы были известны там на одном определенном уровне, вот у вас были там 15, 20, 30, 40 клиентов, а публичность вам даст просто в разы сразу x2, x3, x5, потому что у вас уже аудитория будет меняться, расти и так далее. Вы будете искать вот эту свою аудиторию, а она вас тоже будет искать. Соответственно, вот здесь вот уже доходит. Я еще люблю публичность, потому что это позволяет повышать чеки. Ни с одним другим инструментом, поверьте мне, вы не сможете поднять чеки так быстро, так легко. Потому что если у вас есть там 15, 20, 30, 40 клиентов, не важно, и вы им завтра скажете, дорогой, дорогая, с нового года в два раза больше цена, так, что они вам скажут? Ну, я думаю, вы догадываетесь, что они вам скажут. Давай, до свидания, да? Правильно, давай, я там еще кого-нибудь поищу и так далее. Если же вы публичный человек, да, то у вас нет, вы не держитесь за них, понимаете, вы не хватаетесь за них, как за последнюю соломинку. Вы знаете, что я пойду сейчас выступлю, я это сделаю классно, я продам там себя, свой продукт, и ко мне придут новые, а новые, они не знают, какой у вас был, допустим, до этого чек, ну, если вы не кричите об этом с каждой колокольной. Например, у вас была 1000 долларов, да, а сейчас стало 2000 долларов, и те, кто придут к вам на 2000 долларов, они, может быть, и не узнают вообще никогда, что у вас была 1000 долларов, и они у вас начнут покупать уже по две. Понимаете, это самый легкий способ поднять чек, самый легкий, это начать проявляться, выступать, и классно это делать, классно, понимаете, чтобы вот вас хотели, мы во всех смыслах слова, да, хотели вот именно у вас, у вас. Еще одна функция публичности, да, это конкурентоспособность, потому что когда нравитесь вы, вот вы именно, да, какой бы, какая бы цена ни была у вас, захотят купить у вас, потому что вы нравитесь, именно к вам хотят, понимаете, да, как лидеры. Хочу именно вот эту, хочу именно айфон, да, а не андроид, а потому что айфон, вот айфон и все, да, почему бы не андроид, он может быть даже лучше, или самсунг, но я хочу айфон. Вот то же самое с публичностью, хотят именно у вас, пускай это стоит дороже, кто-то, например, на мои консультации копит, кто-то на курс мой копит, и это нормально, потому что хотят именно у меня, потому что знают и доверяют мне, потому что знают, что результат будет у меня, а у кого-то другого, возможно, не будет этот результат, и это тоже нормально. вот поэтому функция публичности еще просто от вас конкурентов ваших вот так вот знаете вы плывете как вот я называю как в своем голубом океане вам вообще ни для кого нет дела вообще никто конкурент поднял цену боже мой я просто буду следующий раз выступать и озвучу вообще другую цифру и у меня купит по этой цены и все все нет такого на этим если вы перестаете следить кто там что сделал вам вообще до этого дела нет вы начинаете кайфовать и жить своей жизнь своей личный собственный вот как вы считаете но для этого нужно маленький маленький шаг начать эти свои страхи блоки преодолевать если вы боитесь выходить stories то поверьте вот все что вы сейчас увидели услышали она стоит того чтобы начать по две минутки туда выходить но если совсем не в моготу приходите на консультацию я расскажу как мы будем с вами все делать договорились ну что какие у нас есть с вами еще вопросы если кто-то в чат о себе еще не написал давайте тоже контактами обменяемся я хотела бы сейчас вот что вас попросить какие-то инсайты можете написать их чать можете включить микрофон мне по сути и то и то откликнется я буду очень благодарна если вы какие-то поделитесь вы знаете потому что я могу я же говорю много да сколько слайдов там 17 или 18 я же понимаю что не все вам зашло а что-то зашло больше и мне вот это так интересно самой сейчас услышать давайте включайтесь и начинайте проявлять себя видите у вас была лекция а теперь практика поехали я же вас не прошу сейчас про ручку сказать вот ну как две минуты мне просто прошу сказать ваши инсайты которые вы сидели с листочками заранее просила взять блокнот и ручки и вот что вы записали вот можете прямо зачитать или озвучить давайте практика хотела сказать на которые мне запали это конечно же спикер это вообще высшая степень уверенности в себе крутая мысль конечно и есть на что обратить внимание на каждого спикера и своя аудитория 5000 но для меня это действительно новая мысль я этого не знала раньше и не думала что действительно для меня есть тоже такая аудитория и причем я думаю конечно если стать крутым спикером то эта аудитория далеко будет не 5000 конечно она много-намного то есть это это первая ступень 5000 это до 5000 это действительно это первая ступень на которую станешь и пойдешь дальше по лестнице да ну и конечно же публичность это действительно это самый дешевый способ чтобы быстрее себя проявить и самый простой дешевый способ чтобы люди тебе узнали пришли у тебя купили да да супер да благодарю и я просто кайфую от того что вот эти все там мероприятия где можно себя проявлять люди не догадываются даже до этого то есть не думают даже об этом вот это для меня парадокс то есть когда уже стала проводить индивидуальное наставничество обучение то есть я говорю вот сюда сходи вот это скажи вот так сделай то есть и каждый раз получают типа а что так можно было да вот такая реакция спасибо за подарки очень приятно все впереди у нас целой недели все сделаем успеем до конца года все быстренько сделан класс спасибо большое марина еще кто хочет поделиться инсайтами хотя я тоже хочу сказать огромное спасибо очень понравилось и я и меня тоже впечатлило очень как можно манить ванить публичность это круто это супер как то вроде бы как знал догадывался но именно вот на цифрах увидите нас супер спасибо да класс я тоже специально сегодня вам показала цифры чтобы вы вот видели вот эту мощь понимаете эту мощь надо ее понять да потому что многие то думают а я вышел сказал ушел со сцены слава богу что ушел да а то что на этом оказывается еще вот так вот можно зарабатывать конечно для многих для многих это еще такая ступенька еще планка да определенный план супер марина и вашенко я все время на всеми между прочим все кто меня с камерами я за вами сильно наблюдаю с удовольствием катечка большое спасибо мне зашел в первую очередь совет если вот мы в том месте где мы сейчас есть значит нам это откликается и это большой повод и причина двигаться дальше как бы я написала уже комментарии я хочу личную консультацию да как бы такую спасибо за эту возможность и то есть как бы я подозревала о том что можно сделать себе план на месяц да то есть не пойти куда-то да где-то себя проявить где-то посмотреть на людей посмотреть на реакцию людей на тебя это вот как бы это очень важно потому что посторонние люди и как она тебя реагирует и твоя обычная обычное пространство твои знакомые друзья это немножечко другое и то есть это очень важно но так чтобы вот такой лайфхак взять и написать себе на месяц расписать хотя бы раз в неделю хотя бы дважды в неделю это ну каждый уважающий человек должен делать это просто открытие года для меня спасибо супер супер спасибо огромное за этот вечер у меня не отключили сегодня даже свет я только приехала три дня как в украину приехала сегодня к родителям и на удивление у меня все удивляются ходят вокруг почему еще свет не по не выключили а это наверное потому что катерина голубь делает вот такой классный вечер спасибо огромное это супер спасибо и я тоже так не так приятно это слышать что мы с вами сегодня все свете мы сами вырабатываем сегодня электроэнергию на вот так вот мы можем супер да действительно составить график ну конечно это важно безумно важно но еще важнее что вот например когда если в наставничестве то я подпины вы да то есть я проверяю чтобы человек не посещал все эти мероприятия потому что же можно очень легко слиться очень можно легко слиться найти миллион дел там кошка не знаю заболела это не не знаю зуб какой-то у меня сегодня недостаточно белый то есть миллион таких вот бывало случаев причин когда да надо идти но в последнюю минуту там что-то не так каблук сломался да то есть я вот например на наставничество это контролирую у меня действительно есть мы составляем график и два раза в неделю минимум до онлайн оффлайн мы начинаем проявляться выходить вот плюс сейчас очень классный инструмент кстати хоть вот еще о чем хотела рассказать инструмент рилс многие из нас еще пока что и там что это такое то есть но рилс действительно очень крутой инструмент сейчас и у меня на наставничестве есть девушка моя помощница которая консультирует по рилс то есть она проводит консультацию по рилс и рассказывает вообще как это как этот инструмент работает как им пользоваться ну и соответственно дает рекомендации по съемке рилс что снимать как вообще как это все делать это очень классная ценная информация специально привлекла ее на наставничество потому что я сама не являюсь специалистом по рилс я считаю что каждый должен заниматься своим делом вот поэтому есть специалист который вот именно парился на таскает классная вообще штука да хорошо спасибо что напомнила мне про рассказать про это супер кто у нас еще хочет высказаться ольга яценко дмитрий да очень хочу сказать что ты очень права даже могу включить камеру чтобы меня видели на то что если ты хочешь за меня видно или нет а вот я была эти все час сорок в дороге чтобы вы понимали я хотела очень тебя слышать несмотря на то что я два часа развозила просто подарки для своих клиентов потому как утром я уезжаю в другую страну и несмотря на то мне не помешало ничего слушать тебя час 50 до и я вот дохожу домой и я рада что онлайн сегодня у нас встречи так бы если бы была оффлайн я бы не пришла а так спасибо тебе большое и для меня это было очень еще одним еще одной площадкой что я здесь я вовремя все в моей жизни вовремя и впереди другой шаг третий и как бы дальше дальше и дальше так что спасибо тебе большое и тебе спасибо да что находите время и чувствую видите важность для себя в этом действительно это действительно такой инструмент который я знаю что многие спикеры не рассказывают своих доходов не показывают то что я вам сегодня показала вам вряд ли кто-то покажет и расскажет да но моя задача показать вам что это работает что это реально работает это дешево и это круто лишь только лишь только всего лишь научиться проявляться и все и дальше на так вот комочком то есть как бы я могла найти договорки что я в дороге два часа мне не будет времени но тем так далее давайте девочки смелее и конечно же дмитрий привет привет всем девчоночки я тоже все слышала просто выключена потому что ребенок бегал прыгал в общем итоге он все таки уснул да у меня спокойно да но я в наушнике он не слышал просил просил телефон но я занята мама занята вот что я для себя взяла что не нужно ничего бояться даже есть ты чего-то не умеешь нужно пробовать все песня льется соловьев вот все нужно делать я в принципе не боюсь людей не боюсь разговаривать не боюсь выходить на сцену я сама по себе человек такой харизматичный люблю людей люблю выступать это всегда было в школе ты всегда была вниз университета ну то есть все такие мероприятия вот но для себя я взяла то что действительно нужно найти себя в своем любимом деле и тогда ты будешь просто петь точно об этом и не будем это от души о своем любимом деле и тогда вообще не будет никаких вопросов с чего брать информацию откуда черпать что почитать то есть ты сам будешь это искать она будет притягиваться и она будет просто идти само собой само лица лица и действительно тогда как ты сказала рот не закроешь вот и я думаю всему нужно учиться любая информация она никогда не будет лишней и эта книга которую ты показала ее тоже нужно будет прочитать нужно будет еще там были какие-то книги то есть кругозор нужно расширять а потом уже конкретно будет твоя сфера твоя цель которой ты будешь идти вот ну все классно все спасибо я хочу и для меня например тоже очень важно хоть это был и вот это вот все все супер благодарю тебя до жду конечно же на диагностику очень будет интересно поработать с человеком который не боится выступать да для меня это вообще будет такой еще приятный приятный бонус то что мне придется наверное там сто тысячи сто тысячи первый раз говорить что не бойся вот а сразу же можно будет с чем-то таким интересненьким поработать уже более там спасибо большое структуре какой-то пройти там здорово в класс я люблю разный опыт мне доставляет удовольствие и говорить человеку не бойся когда он первый раз снимать stories и доставляет удовольствие говорить человеку давай делать структурно да когда уже там все равно будет чему учиться конечно супер класс кто еще с нами Марта Катерина хочу сказать спасибо вам за вечер было все очень интересно я для себя наверное сделала такой вывод и наверное скажу кратко все таки страху нужно посмотреть в глаза а там наверное не так уж и страшно будет а там приятно и и денег много благодарю 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 все было опознательно все интересно супер спасибо я очень люблю давать ценность поэтому мне ее нахватит на несколько поколений вперед поэтому мне не жалко так кто еще Марта Дарья Роксоланочка добрый добрый так я дуже хочу подякувати за ваш выступ и я просто зрозумела что у меня и так в принципе большинство клиентов шла з нетворкингу из разных ивентов и я розумею что как раз такая публичность мне она очень нужна потому что ну просто с нетворкингом это окей но когда я могу иметь возможность классно выступать и мне это правда потребно так что очень дякую вам за выступ и я написала вам там тоже в герах я уже видела да очень дякую дякую смотри по поводу нетворкинга да скажу так да почему школа называется публичности и нетворкинга да объясню эти два инструмента неразрывно связаны друг с другом почему потому что когда мы идем выступать когда мы идем знакомиться с людьми на новой площадке да мы так или иначе вот смотрите я выступила на аудиторию там 3000 человек у меня огромное количество подписчиков новый знакомый 200 человек если я не знаю что вообще с ним с людьми делать да если я не знаю навыков нетворкинга у меня нет то что может произойти я могу просто но они у меня как знаете как сквозь пальцы вот так просочаться и завтра я как жила так и живу и у меня такое было когда например я не знала навыков нетворкинга я выхожу скажу как есть выхожу выступаю получаю долю аплодисментов счастлива просто найти как котенок не знаю которому молока налили ушла выдохнула все выступила да и я даже не могла подумать что мне с этими людьми вообще можно еще что то делать мало продавать с ними вообще можно в принципе дружить с ними можно строить бизнесы к ним можно летать в гости с ними много что можно делать понимаете и вот это все дает нам навыки нетворкинга то есть нетворкинг нам объясняет для чего мне нужны люди для и что вообще с ними делать да вот это за это отвечает нетворкинг то есть выступить мало нужно еще потом понимать что мне с этой охапкой людей делать и нетворкинг он системен в том что он раскладывает по полочкам а какие люди в моей жизни мне нужны для достижения целей вот если очень коротко рассказать что такое нетворкинг что вся наша жизнь это люди согласны мы что-то делаем к нам приходят новые люди там клиенты или или партнеры да мы с ними что-то опять начинаем делать и так вот и всю жизнь так кто-то уходит кто-то приходит и если мы знаем как достигать своих целей с помощью людей вот это вот за это отвечает нетворкинг потому что нетворкинг он даже прописывает например мне нужно в январе или феврале сделать то-то и нетворкинг спрашивает вопрос на творкинга а кто мне поможет это сделать никаких не сколько денег да а кто мне поможет это сделать вот в чем принципиальная разница подходы networking да и и подходы сколько мне нужно денег чтобы это сделать Вот, я надеюсь, я объясню. Это классно, то есть в любой своей жизненной ситуации ты все равно будешь сталкиваться с людьми, и когда ты знаешь, что с ними делать, то ты гораздо можешь больше сделать, больше возможностей появляется. Также ко мне после выступления приходят компании, и я уже знаю, как с ними вести диалог, потому что нетворкинг – это и коммуникация в том числе. Я знаю, как вести диалог, я знаю, как сделать так, чтобы и им было хорошо, и мне было хорошо, и чтобы мы смогли договориться. То есть это еще и навыки переговоров, тоже все сюда же. Поэтому оно друг без друга никак, оно друг с другом связано. Супер. Еще я хотела послушать Дмитрия Марту. Кто у меня еще? И Дарья, Дарья. Дарья, Дарья. А, знаю, наверное, кто это, Даша. Давайте я по-быстрому, потому что у меня тоже ребенок, кто-то дома бегает, не могу долго. Я очень благодарна за этот эфир. Очень внезапно вообще на голову мне скидывается информация. Видимо, у меня был такой запрос, и я на него получила ответ. Срочно подключилась, прослушала. Очень полезно, очень интересно, потому что заметила, что нетворкинги, они уже подтягивают нужных людей. Но я пока в поиске идеи. Меня очень интересуют темы бизнеса, и вот почему-то сначала мне подтягиваются идеи, люди, точнее, люди, контакты, а вот идеи бизнеса еще как-то не подтянулось. Поэтому вот то, что ты сейчас услышала, сегодня услышала, тоже очень-очень будет полезно для меня. Классно. Супер, я очень рада, очень рада быть полезной. Приходите на диагностику, пообщаемся. Спасибо. Марта. Марта. И у меня еще, по-моему, и Дмитрий. Айфон. Извините, сразу за голос, немного охрипло. Хочу сказать огромное спасибо вам за семинар. Было очень интересно, очень много полезной информации для себя узнала. Я не боюсь выступать, но вот это чувство выступления, но очень часто выступаю, как это правильно сказать, за бесплатно, и тем же самым обесцениваю себя, возможно. И в этом вот моя проблема, что очень много отдачи, но очень мало возвращается от этой отдачи. И надо над этим больше поработать, чтобы было больше, как бы, и отдачи от других людей. Да. Поэтому надо над этим очень поработать, так что безумное вам спасибо. Очень полезная информация, обязательно обращусь к вам на консультацию. Да, конечно, выступать ради выступать, это, конечно, прикольно, но это, наверное, заканчивается еще в школе, когда вот уже там нас просят что-то рассказать, спеть, станцевать, да. Но мы все-таки взрослые люди, и нам нужно другую выгоду, скажем так, от этого иметь и преследовать свои, в том числе, цели, да. Конечно же, польза, которую мы даем людям, она неотъемлемая часть вообще публичных выступлений, да. Но и наши цели тоже не заканчиваются на том, чтобы нам похлопали и погладили по голове. Супер. Все, благодарю, друзья. Ну что, со всеми встретимся тогда уже на диагностике. Я специально вот эту неделю 22 числа особо не занимала какими-то супер насыщенными вещами, чтобы освободить ее для вас. Поэтому жду всех, созвонимся и назначим встречу в ближайшие сегодня и завтра, в первой половине дня. Всех была рада видеть. Я тоже кайфанула от вас, кайфанула от того, что вы активные, да, то, что вы заинтересованные, потому что сложно вести диалог, когда люди просто вот не проявляются, да. Ну и я очень рада, что мне удалось вас покачать немножко, да, потому что кто-то камеру начал уже включать, кто-то начал уже проявляться, отвечать. Это для меня тоже уже результат. Здорово. Я кайфанула, думаю, что будем такие периодически делать встречи, поэтому до новых встреч. Всех была рада видеть. Класс. Всем пока. Хорошего вечера. Пока-пока.